МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний гость программы «Свободный взгляд» имеет два высших образования – техническое и юридическое. Защитил магистерскую специальность «Международное право». С 2006 года руководитель неправительственной организации «Молодежь Гагаузии». С 2007 по 2010 год являлся секретарем Центрального комитета комсомола Молдовы. С 2007 по 2014 годы преподаватель Камрадского государственного университета. В 2011 году избран советником муниципального совета муниципия Камрад. С 2011 по 2015 годы заместитель директора филиала Камрад ГАЗ. С 30 апреля 2015 года утвержден в должности начальника Главного управления молодежи и спорта Гагаузии. Здравствуйте! Свободный взгляд в эфире. Гость нашей программы сегодня – Максим Болгар, начальник управления молодежи и спорта Гагаузии. Ксподин Болгар, здравствуйте и добро пожаловать. Вы являетесь одним из первых участников «Свободного взгляда», а из состава нынешнего исполкома вы первый член исполкома Гагаузии, который пришел к нам в студию. Искренне благодарю за то, что приняли мое предложение. И давайте поговорим сегодня о том, говорят, новая метла по-новому метет, какие у вас есть виды на реформирование, может быть, этого управления. Хотел бы с этого вопроса начать. Да, спасибо за приглашение, Террифионов. Ну, видов и направлений развития данного управления, которые доверили мне управлять, руководить этим управлением, есть несколько. Ну, первое, на мой взгляд, нужно было, и мы это, в принципе, практически уже сделали, небольшие корректировки в саму структуру управления молодежи и спорта. Мы все-таки внесли. Ну, есть, в принципе, еще несколько там этапов, которые нужно пройти для того, чтобы это получилось. Потому что есть вопросы с госканцелярией, по процедуре должно утвердить изменения. Вы говорите о штатной численности? О штатной численности и говорю о структуре самоуправления, потому что для того, чтобы управления были главными, они должны насчитывать не менее 18 человек. А если менее 18, значит, это уже просто управление. А я назвала сейчас главным эта ошибка? Нет, правильно. Главное управление, потому что позиция башка на ГАГУЗе была, чтобы все управления, которые не насчитывали 18 человек, чтобы все были укомплектованы и согласно законодательству были главными. В этом управлении, которым я руковожу, небольшие корректировки. А если раньше был отдел по работе с молодежью, то мы пришли к выводу, и коллеги согласились, что нам нужно развивать молодежную политику. И мы назвали отдел по развитию молодежной политики. К сожалению, даже где-то было смешно, что не все коллеги из других ведомств думали, что это бегать с флагами, раздавать агитматериал, и политика, какая политика в управлении молодежью спорта. Этого не будет? Этого не будет, потому что, наверное, заметили, что позиция башкана нынешнего, Влаха Илья Федоровна, ни один член исполкома, ни один начальник управления не баллотировался, не участвовал в избирательной кампании в местных органах, в местных органах власти. И я вам скажу, что это большие плюсы дает, потому что очень много времени как раз-то заниматься своими рабочими вопросами, а не заниматься… Коллегам не помогли? Ни один начальник управления не участвовал ни в избирательной кампании. Это большие плюсы для руководителей. Потом мы решили создать, что у нас вроде бы спорт, вроде бы он есть, но не всегда хорошие результаты, но есть и хорошие, поэтому мы приняли решение, чтобы создать не отдел по спорту, а отдел по развитию видов спорта. Мы пришли к тому, что нам нужно развивать виды спорта. Вот поэтому будет отдел по развитию молодежной политики и отдел по развитию видов спорта. И будет… Вот эти изменения, простите, в видах, хочу уточнить просто, извините. Изменения в названиях нужно было для того, чтобы увеличить состав спорта? Нет, нет, просто получается, что отдел по спорту, это там все, и в итоге ничего. Отдел по работе с молодежью, вроде бы с молодежью, но с какой молодежью, что мы делаем, какие цели и задачи. Поэтому нам нужно сегодня все, мы вынуждены констатировать, что нам сегодня в Гагаузии нужно развивать и молодежную политику, и спорт развивать нужно. И еще третий отдел был создан, общий отдел, но в нем будет специалист по связям с общественностью, юрист. Не было юриста? Нет, не было, к сожалению. А представителя, сотрудника для связи с общественностью? Не было тоже, не было. Мы решили, все-таки живем в 21 веке, интернет, СМИ развивается, и мы решили для того, чтобы было полноценное, хорошее, нормальное управление, немножко укрепить, на мой взгляд, теми специалистами, которые нужны будут, для того, чтобы управление занимало достойное место наравне с другими управлениями. Хорошо, ну вот такое ваше видение о реформировании самой структуры управления абсолютно понятны. Только мне хочется знать, равно как и зрителям, наверное, этой программы, а что почувствует, какие изменения почувствует от этой измененной структуры конечный потребитель. То есть это либо молодежь, либо те люди, которые вовлечены в спортивную отрасль Гагаузии. Ну, по-моему, уже, на мой взгляд, молодежь уже начала получать результат этих таких небольших реформ, потому что вот в этом году было большое мероприятие, да, оно проводилось уже девятый раз подряд, летняя школа Гагаузии «Автономия молодежи». Вот его в этом году проводило управление. Но это был проект не управления молодежью. Ранее это был проект, я бы так сказала, некий бренд самой Ирины Влах. Нет, этот проект… Или партии коммунистов. И не партии коммунистов, это молодежная организация молодежи Гагаузии. Просто Ирина Влах помогала всегда. Будучи депутатом. Будучи депутатом парламента. А сейчас уже Башкан Гагаузии, и мы решили это мероприятие провести под патернатом Башкана Гагаузии и уже на государственном уровне. Поэтому полностью всю организацию взяло под себя управление молодежью и спорта под патернатом Башкана Гагаузии. То есть мой вопрос уточняющий. Это будет проект управления молодежью Башкана Гагаузии, да? И он с этого года и уже на перспективу будет уже… просто он не был заложен в план мероприятий. Даже не то, что даже это, а другие мероприятия крупные массовые не были заложены в план мероприятий по работе с молодежью, да, в управлении молодежью. Отходим к вопросу, а что с бюджетом? Я, насколько помню, начальники управления, которые возглавляли это управление до Вас, всегда жаловались на то, что уж куда более по остаточному принципу финансируется управление молодежью в Гагаузии, нежели управление культурой. Так или нет, с каким финансовым багажом Вы приняли это управление и как намерены работать? Ну, принял таким, каким принял. Каким, скажите? Ну, почти с отсутствием средств. Вот, ну, я знаю и, в принципе, и показал, что даже вот из того, что есть, можно проводить хорошие, качественные мероприятия, потому что мы вот с мая месяца, получается, провели те мероприятия даже, которые не проводились последние 2-3 года не проводились. Мы провели чемпионат Гагаузи, первенство, да, по шашкам, шахматам. Мы провели чемпионат по баскетболу, волейболу, женщинам, мужчинам, чемпионат Гагаузи. Мы провели чемпионат Гагаузи по настольному теннису, который не проводился последние 3 года. Мы провели чемпионат Гагаузи по плаванию совсем недавно. Как раз хотелось сказать, неужели поскромничать? Не скажете о том, что Вы не просто провели, а Вы очень интересное, яркое, на мой взгляд, мероприятие впервые провели в Гагаузи. Вот как раз вот эти обучающие курсы для детей, желающих научиться плаванию. Вы напомнили, вчера мы завершили закрытие, торжественно вручили участникам этого проекта по бесплатному обучению детей плаванию, возрастом 7-11 лет. Вручили им сертификаты. Вы знаете, я удивился результату, потому что я вот был 2 месяца назад на открытии, и видел, как они там плавали, не могли, боялись водички, да, воды. А сейчас они прыгают, ныряют в бассейн, и дети плавают. Общее количество детей? 60. Мы вообще планировали 40, но из-за того, что было большое количество желающих, и мы пришли к тому, что мы открыли еще одну дополнительную группу, вот 20 человек, и у нас получилось и того 60 юных камрачан смогли обучиться плаванию. Я уверен, что в жизни этим детям, когда они повзрослут, им это понадобится. Это нужно для здоровья хотя бы просто. Скажите, вот вы перечислили ряд мероприятий, которые на самом деле, ну излишне сейчас мне в этой студии делать комплименты, я думаю, что каждый, кто следит за действиями управлений, разных управлений исполкома, имеет право делать свои выводы, но ряд мероприятий, которые вы перечислили, они на самом деле были проведены, и чуть выше вы сказали о том, что принял с таким бюджетом, с каким принял, тогда у меня вопрос, а как же удалось, вот в отсутствии средств или вы привлекли спонсоров, поделитесь этим? Ну, в принципе, для того, чтобы провести региональные мероприятия регионального уровня, в принципе, не нужно десятками тысяч лей. Это нужно, есть нормативы, да, постановление правительства, сколько нужно за первое место, за второе, за третье. Вот эти там 500, 200, 300 лей, то есть это всегда можно найти и в любом управлении, в том числе и в управлении молодежи спорта. Медали, это сегодня закупаются, сертификации, грамоты, работа судьи, это все, ну, одно мероприятие, это от 2,5 до 5-6 тысяч лей. В масштабах Гагаузии это небольшая сумма для проведения регионального мероприятия. Хорошо, вот такое новое мероприятие, как плавание, сколько обошлось, ну, вот этот проект, я имею в виду по плаванию, во сколько он обошелся, управлению? В управлению он обошелся в зарплату тренеру, в зарплату тренеру, уменьшенную зарплату, и привлекли спонсора 4200 лей, это рассчитаться с администраторами бассейна, для того, чтобы, то есть, все вопросы с водой, электроэнергией, то есть, 4200 лей, это не бюджетные средства, это нам откликнулся, помог Дмитрий Георгиевич Константинов, вот, и вот, то есть, вот все расходы. То есть, зарплата, это сколько там, 2000 лей тренеру и 4200 лей. То есть, всегда надо путем диалога, дискуссии убеждать, и тем более, сегодня многие наши политики, бизнесмены открытые, хотят сотрудничать и с радостью помогают. Вот так, слушайте, даже неожиданно слышать вот такие вещи, что, в принципе, проблем нет для того, чтобы организовать мероприятие, не имея в бюджете на это денег. Рада и желаю такой же работы в дальнейшем, только хочу чуть-чуть поговорить и о таком виде спорта, как футбол. Вот, на самом деле, вы сказали о том, что недавно были проведены встречи по женскому футболу, Огус, Гагаузи Огус Спорт. Я хочу поговорить и об этой команде. Периодически мы что-то слышали в последние несколько лет об этой команде, но как-то активизировалась сейчас деятельность команды, и на какой-то новый уровень, возможно, выходит команда. Я вижу, в интернете приобретается спортивная форма, активное участие команды в одних играх, в других, в третьих. Появилось финансирование для этой команды? И как финансировалось раньше? Вы же теперь уже знаете, уже сделали инвентаризацию определенную. Что уходило на содержание этой команды раньше, до вас, и что сейчас уходит на содержание этой команды? Какие средства? Ну, в принципе, повторю, что мы работаем с теми средствами, что остались. Назовите сумму. Всегда же людям интересно. Сколько обходилось содержанию бюджета в один год команда Гогозия Огус Спорт? Это надо взять в бюджет, и в бюджете все расписано, поднять, и по всем. Вы не знаете эту сумму? Ну, я знаю, что осталось 89 тысяч. А общую сумму не знаете? Если вы знаете, сколько осталось, вы что-то знаете. Нет, я знаю, сколько осталось. Из всех этих средств плюс еще накопилось по поводу Огус Спорта. Начнем по порядку. Огус Спорт – это молодая команда, где играют 95% жителей Гагаузии. Это Чок Майдан, Дизгинжа, Буджак, Кангощик, Кангас, Кирсова и Камрад. Это ребята местные, воспитанники, часть из них – это спортивного лицея. По-моему, двое из Бессарабки, но они Гагаузы, потому что знаю, кто живет в Бессарабке, да? То есть, практически 99% – это ребята из Гагаузии. Позиция нового исполкома, чтобы в Гагаузии была своя футбольная команда и чтобы она была преимущественно из Гагаузов, ну, выходцев из Гагаузии, жителей Гагаузии. Потому что сегодня есть очень много проблем в этом футболе. Вот футбольный клуб Гагаузии, он там… вот от футбольного клуба Гагаузии остались печати, долги. А это сейчас разные вещи, простите, просветите. Футбольный клуб Гагаузии, на который народное собрание Гагаузии выделяло средства. Это не есть вот та команда, которая есть сейчас? Нет, это не есть та команда. Было принято решение, чтобы у Госпорта, по-моему, последние два года они были победителями чемпионата Гагаузии по футболу. И было принято решение сделать, скажем так, упор по сотрудничеству с живой, настоящей, реальной командой молодых жителей Гагаузии. Для того, чтобы они представляли гагаузский футбол в чемпионате Молдовы в дивизии А именно у Госпорта. Было добавлено название Гагаузия, Огус Спорт, был заключен договор, и то есть будет дальнейшее сотрудничество. Гагаузию будет представлять в дивизии А Гагаузия, Огус Спорт. Вот, вот, коротко, кто будет играть за нас. То есть это частный клуб, который финансирует управление молодежью? Дело в том, что сейчас есть позиция рекомендации Федерации футбола Молдовы. А Федерация футбола Молдовы УЕФА рекомендует. И сейчас в Молдове происходит этот процесс. До конца года он должен пройти все футбольные клубы, которые были учреждены государством, местными советами, райсоветами, горсоветами, сельсоветами. Все должны, по рекомендации УЕФА и Федерации Молдовы, соответственно, все должны перейти в НПО. Должны быть частными, то есть не государственными, не правительственными. Не должны быть... Получать финансирование от государства? Нет, финансирование не могут получать, потому что сейчас в моем случае получается... Их учредителями не могут быть государственные структуры. Это хотите сказать, да? Потому что в моем случае получается, что играет и в документах перед Федерацией Молдовы звучит везде управление молодежью спорта. То есть на вывесках должно быть... Но на самом деле ОГУСПОРТ принадлежит не управлению молодежью спорта. Нет, просто заключен договор с командой, с руководством команды, которая будет играть и представлять ГАГАУЗИЮ дивизия. Так у меня остался вопрос, Сюжа. А вот команда, которая до прошлого года, ГАГАУЗИЯ, спорт, как она там называлась, да, а с ней что стало? Вы с ней не заключили договор, не рассматривали как претендента? Нет, мы с ней не рассматривали, потому что, ну, мы видим данные результаты. К сожалению, там вообще еще чуть-чуть вылетала в дивизию Б команда ГАГАУЗИЯ. То есть... Да, ну, есть проблемы, поэтому было принято решение. А кто руководитель той команды? Здесь Анатолий Маврадин, насколько понимаем, да? Руководитель этого клуба. А той? Ну, там менялись. Кто последний? Менялись. Там, по-моему, был последний президент этой команды, господин Копац, если я правильно помню, он из Кишнева, да? То есть... Это та команда, которая когда-то руководила, президентом был Илья, депутат Народного собрания ГАГАУЗИЯ. Ну, там просто менялись очень часто руководители, поэтому я... Илья Узун? Да, но не Илья Семенович был там руководителем, там были... Другие люди там руководили, поэтому... Но эта команда не получает финансирование, да? Нет, эта команда не получает финансирование. В этом году не получает финансирование? Нет. Ясно. Ну, во всяком случае, вы прояснили эту ситуацию, я думаю, что это очень полезно и для зрителей, потому как мы видим, что достаточно активно эта футбольная команда принимает участие. Бесспорно, что это радует, безусловно. Я хочу поговорить чуть... Я реконструкции стадиона, которая совсем недавно, по-моему, была произведена, и я так думаю, что очень многие любители спортивные... ...спорта, наверное, сказали, ох, наконец-то. На какие средства? Сколько на это было потрачено денег? И вообще, вот опять же, не комплимента ради, но так получилось, что за эти несколько месяцев ваше управление, как мне кажется, это мое субъективное мнение, довольно успешно продвинуло несколько проектов. И реконструкция стадиона, в том числе, это большая работа. Это случилось только потому, что у вас есть поддержка Башкана? Или еще почему-то? Нет, это случилось потому, что нельзя стоять на месте и смотреть, когда люди приходят на спортивные мероприятия, сидят на бетоне, на шпалерах или на гвоздях. Но другой чиновник сказал бы, когда нет денег в управлении, не могу работать. А не нужно для того, чтобы сделать элементарный, надлежащий вид, чтобы была везде чистота, опрятность. И не нужно финансово, например, для того, чтобы... Не лея не нужно было для того, чтобы вырубить все кустарники, все заросли джунглей на стадионе. То есть, там не нужно было много средств. И вообще, какие средства... А вы эту идею сказали тем людям, которые в селах работают и в городах, в Вулканяште, Чидерлонга, и которые тоже являются такими же чиновниками, как и вы, и обязаны следить за этими спортивными... Ну, я думаю, что они, наверное, обращают внимание, то есть, какие преобразования у нас небольшие происходят. А, сами догадаются. Да, но тут не нужно быть большим специалистом или большим футболистом, или выдающимся чиновником для того, чтобы наводить элементарный порядок. То есть, просто элементарный порядок должен быть. И да, завершили сейчас практически мы одну часть стадиона. И есть договоренности уже. И я думаю, что до конца года будет и вторая половина стадиона. Тоже завершена реконструкция, будут установлены стулья и на второй половине. Сколько средств и откуда на это было потрачено? Да, было выделено из резервного фонда ГГУЗИ 90 тысяч лей на закупку металлопроката, плюс сварочные работы. Стулья нам дали бесплатно. Федерация футбола откликнулась, помогла. И вот они увидели, что мы на самом деле сделали. И установленные сроки, они готовы поддержать. И вторую половину стадиона тоже дать нам безвозмездно передать эти новые пластмассовые сидения, для того, чтобы мы установили и вторую часть. На следующий год планы есть вернуться к тому, чтобы установить освещение на стадионе, на этих мачтах. И вот все-таки вернуться, может быть, к реконструкции этого главного здания, душевых, потому что оно просто... Главного здания, где размещается ныне управление? Нет, где размещается стадион, здание стадиона, где раздевалки, душевые, потому что оно в ужасном состоянии. Вот вроде там космический ремонт каждый год делают, но оно устарело просто и физически, и морально. Просто лопается, пошел, вот как капуста трещит. Поэтому, наверное, было бы легче или его укрепить, или там такой бюджетный вариант. Но переделать нужно точно, создать нормальные условия. У меня всегда была такая позиция, что надо делать так, чтобы было удобно и спортсменам, и болельщикам, зрителям. Поэтому думаю, что у нас получится. Да, я хочу спросить вот о чем. Понятное дело, что вы в предвыборной компании были вместе с командой, в команде, точнее говоря, Ирина Федневлах. Вы к завершению этой предвыборной компании, вы ожидали эту должность, либо рассчитывали на что-то другое? Нет, я не ожидал, я работал, у меня была работа не хуже. Вот, поэтому я работал, занимался своим делом. Ну, поступило предложение, я его принял и согласился пойти дальше, перейти на госслужбу. Ну, вот вы сказали о своей работе не хуже, и нам ясно и понятно, что в финансовом смысле она для вас была более выгодная. Почему вы отдали предпочтение работе на этой должности? Ну, наверное, как вот есть несколько песен, в одной звучит «А кто, если не мы?», а в другой «А кто, если не я?». Вот, есть просто определенный опыт, накопленный, вот, работая в Комсомоле, в молодежных организациях. Ну, и в масштабах, тяжело что-то делать в масштабах страны, а в масштабах небольшого региона, и в масштабах, когда есть команда, и когда есть взаимопонимание с нашим народным собранием, да, хорошие отношения. Вот, поэтому хотел бы попробовать, и вот пробую себя на государственной службе, и сегодня еще есть, да, возможность сделать все, все, попытаться сделать все, чтобы молодые люди, сверстники, и те, кто помоложе, не уезжали из страны, из Гагаузии. Но для того, чтобы они не уезжали, их нужно чем-то заинтересовывать, их нужно куда-то вовлекать, чтобы они чем-то были заняты. А когда они ходят в школу, в лице, приходят, и их еще с апреля, с мая месяца перехватывают разные вузы других государств, то мы остаемся у разбитого корыта. Самые лучшие, у нас все хорошие, но самые лучшие, к сожалению, уезжают за границу, часть из них уезжает еще с 9 класса, некоторые уже с 5, боятся эти видеокамеры, уезжают в Приднестровье, потом они оттуда сразу в другие страны. И получается, что вот у нас из года в год, к сожалению, большие проблемы с набором у Камрадского госуниверситета, вот у нас тут, казалось бы, да, хорошая база. Поэтому надо сегодня задача управления молодежью спорта. А в чем ваша задача, да, ваше управление? Вовлекать молодежь в различные проекты, которые будут реализованы государственно в лице исполкома, да, и как можно больше молодежи вовлекать в процесс принятия решений. Вы знаете, мне все время кажется, что это такая философия, недоступная для тех людей, которые сегодня именуются молодежью, и сидя в селе, ожидают времени, когда завершится учебный процесс, и каждый уедет, на самом деле, как вы сказали, куда-то, либо на обучение, либо на заработки. Вот как донести то, о чем вы говорите, надо вовлекать молодежь? Ну, об этом говорят много представителей власти, и говорят совершенно правильно, но механизмы подключения этой молодежи, создание возможностей, пока их не так много в ГГУЗИ, поэтому я хотела получить ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, надо начинать со школьной скамеи, если даже еще не с детского сада. Со школьной скамеи, если говорить по спортивным мероприятиям, мы хотим вернуть в ГГУЗИ, ну, так называемый, да, массовый спорт, хотим проводить чемпионаты, все эти турниры сперва между школами, по спортивным видам физкультуры, то, что есть в школах. Сперва, чтобы это было между школами, потом на районном уровне. Вот в это я верю. Потом на региональном уровне, потому что давно не проводились мероприятия регионального уровня, чтобы... Сегодня очень много талантливых ребят в спорте, да, но вот они варятся в собственном соку. Для того, чтобы их выявлять совместно с спортивными школами, нам нужно проводить в школах. Следующее, нам нужно вернуть в ГГУЗИ КВН. Это часть вашей молодежной политики? Да, да, нужно вернуть его и реанимировать, он должен быть. Мы хотим вернуть в ГГУЗИ так называемые, да, зорницы военно-патриотические или спортивно-патриотические игры, да. Сперва на районном уровне, потом на региональном уровне. Сегодня нужно вернуться и даже чуть-чуть раньше, вот если говорить... По физкультуре, по спорту. Ко мне подходят многие родители, говорят, ну, обратите внимание, чтобы урок физкультуры был, если он есть в программе с 1 по 5 класс, по 4, да, значит, чтобы он был. Мы знаем, что не секрет, что у нас, к сожалению, уроки физкультуры ведут, не учителя физкультуры в начальном звене, да. Нет специалистов. Ну, а если они есть, то там куча всяких проблем с часами, с нагрузкой. Ну, получается, что у нас с 1 по 4 класс в основном физкультура не проводится. Ребята, дети приходят в среднее звено в 5 классе, они вот толком ничего не могут, то есть нет базовой подготовки. А как раз в этот же период формируется ребенок. Поэтому это в этом направлении. В следующем мы хотим создать, это по спорту, сказал, я хочу, хотим, намерены привлекать молодежь в процесс принятия решений через создание, но нормального, эффективного молодежного правительства Гагаузии. Мы его начнем создавать в сентябре, и мы его хотим сделать, чтобы это не закончилось только удостоверением и больше ничем. Но действовало молодежное правительство при Башкане-Формузале. Да, это надо. Оно будет аннулировано? Нет, но, во-первых, там мы знаем, что многие разъехались, уехали, поэтому надо это все запустить по новой, потому что это нормальная, хорошая идея, нужно продолжать. Мой вопрос как раз в этом был, по новой регистрировать что-то, либо продолжить, реанимировать. Там надо посмотреть и реанимировать, это нормальная идея. Еще не посмотрели, да? Нет, мы уже начали подготовку, поэтому мы хоть в этой летней школе, мы создали пользуясь случаем, что у нас были представители большинства населенных пунктов Гагаузии, была репрезентативность так называемая, мы создали молодежный совет Гагаузии. Мы намерены реанимировать работу молодежного правительства, мы его доукомплектуем, и туда новых людей, молодых людей, потому что время идет, молодые люди разъезжаются, и наше основное требование для того, чтобы входили в молодежные органы самоуправления, те люди, которые находятся в Гагаузии, по крайней мере, или в Молдове, но не за границей где-то обучаются, потому что мы знаем, что многие уезжают, и получается, что вот от того и неэффективность этих органов молодежного самоуправления, из-за того, что люди не находятся на месте. Я знаю, во всяком случае, давно вас знаю, и хорошо знаю, что вы были на самом деле очень активным общественным деятелем из числа молодежи Гагаузии, вы являлись не раз участником разных международных семинаров, конференций по проблемам молодежи и прочее. Вот очень хочется знать, проведение конференций, молодежных каких-то слетов, то есть в любой стране это считается нормальным явлением, вот это входит в одну из ваших, я не знаю, там, программ или приоритетов? Ну, мы это сейчас опробовали уже, скажем, тогда, тоже на официальном уровне, вот во время этой летней школы Гагаузии в новой молодежи. Это была уникальная площадка, где молодые люди практически со всех населенных пунктов смогли пообщаться с разными людьми разных профессий, разных занятий, да, люди занимаются разными проблемами. Ну, например, мы привлекли, вот, приехал к нам экс-замминистра иностранного дела Молдовы, господин Валерий Асталеб. Был у нас в гостях интересная такая личность, да, Юрий Рожко. Был политолог, известный политолог, занимается проблемами Гагаузии, Таракли, болгар Молдовы, да, Николай Цвятков. А из Гагаузии, кроме Башкана и Ирины Влах? Кроме Башкана и Гагаузии, Ирины Влах и председателя Народного собрания Дмитрия Константинова были, например, у нас 19 августа праздновалось 25 лет Гагаузской республики, этот день у нас был полностью посвящен этому. У нас был наш общественный деятель уже второй год подряд, Леонид Федорович Добров. У нас был Федор Михайлович Пашалы, директор научно-исследовательского центра. У нас эта летняя школа была также приурочена 70-летию Победы, в этом году уже 70 лет Победы. У нас был господин Булгар, Степан Булгар, который рассказывал о Гагаузах в годы Великой Отечественной войны, о его исследованиях с иллюстрацией, выставкой и с презентацией книг, его работ. Вот также был ряд начальников управления, которые рассказывали. Это понятно. Знаете, мне показалось, что это мероприятие было несколько... Оно, безусловно, относится к категории очень полезных и нужных мероприятий, но мне показалось, что несколько там вот в своем соку прошло это мероприятие. Может быть, есть какие-то другие формы для того, чтобы привлечь и большее количество молодежи, и поактуальнее провести сам этот лагерь. Как мне кажется, было бы хорошо, если бы в самих беседах участвовали бы, а в дискуссии проводились бы на актуальные темы, то чуточку в лекторной форме это все прошло. А было все в основном формат диалога. То есть гости рассказывали буквально минут 15-20 о себе, направлении, которым они сейчас занимаются. У ребят была возможность дискутировать. Я же говорю, это была уникальная возможность, площадка для того, чтобы был такой диалог на разные темы, начиная от языка, истории, культуры, традиций и ГГУского народа, и молдавского, идентичности, и экономики, и угроз внешних. То есть это все... Эти вопросы все обсуждались. Все обсуждались вот в таком, скажем так, онлайн. Значит, мы будем беседовать с теми людьми, кто был в этом лагере уже. Скажите, опять же, вопрос финансов очень важный в это сложное экономическое время. Сколько стоило это мероприятие? Это мероприятие обошлось бюджету ГГУЗи в 50 тысяч лей. Исполком выделил 50 тысяч лей. Это из резервного фонда? Да, из резервного фонда. Потому что были элементарные вещи, которые нужно было закупать. И в конце концов, это не такие большие деньги для таких хороших, как мне кажется, мероприятий. Но я хочу с вами поговорить еще вот о чем. В 2011 году, вы же понимаете, что когда человек становится чиновником, ему начинают задавать вопросы, вопросы, касающиеся той публичной деятельности, которой он занимается. А вот в 2011 году вы не были публичной личностью, то есть вы, возможно, были публичной личностью, общественным представителем молодежи ГГУЗи, но не имели никакой должности, за которую должны были бы отвечать, как публичное лицо. И вот тогда, в 2011 году, вы сказали, Министерство молодежи и спорта, вы говорили о Министерстве молодежи и спорта Молдовы, полностью проводит дискриминационную политику по отношению к молодым людям, не владеющим молдавским языком, да и другие министерства забывают вести свои интернет-страницы на русском языке, сказал Максим Болгар. Я зашла на сайт управления молодежи и спорта ГГУЗи и увидела нечто не очень приятное. На гагузской местной странице нет. И такой опции, как гагузский язык, либо русский язык, либо государственный язык тоже нет. Что в этом вопросе, можете сказать? Да, в этом вопросе проблема в том, что... Ну, сколько мы работаем, да? Стоит 120 дней и еще... Ну, возможно, мало времени для этого, но я хочу узнать вашу позицию. Мало времени было для того, чтобы заняться еще... Потому что это вот на бесплатном хостинге, поэтому это неправильно. И, ну... Абсолютно верно. Чуть-чуть, думаю, что к концу года уже проводятся просто работы по созданию макета, да, структуры нового сайта. Он будет на скольких языках? Он будет, ну, как минимум точно на трех. Это на гагузском, на русском, на молдавском. Но я думаю, что часть новостей, где будет касаться международных мероприятий, международного формата, нашего участия или у нас будет проходить, то обязательно будут еще как минимум на английском дублироваться новости, да. Вот. Но работа в этом направлении проводится, потому что, да, я критиковал, и до сих пор как бы есть много моментов, где... Но это нормальный взгляд на ситуацию. Нормальный взгляд, но для того, чтобы как можно больше молодых людей участвовало в процессе принятия решений или участвовало даже в этих проектах, грантах, которые объявляют даже тоже Министерство молодежи и спорта, Министерство образования или любое другое министерство, для этого нужно иметь доступ к информации. Информация вроде бы есть, но только на государственном языке, да. Получается, что проблема до сих пор осталась даже с 2011 года. То есть, если не сделать то, о чем вы сейчас говорите, а я верю, что вы это так сделаете, что сайт должен быть на трех языках, то теперь уже вас могут критиковать за то, что вы проводите дискриминационные работы и у людей нет доступа к информации о деятельности молодежи и спорта. Ну, я думаю, что совсем скоро мы... Запуститься. Мы решим эту проблему и будет нормальный, качественный, хороший сайт этого управления. Ну, а мы, журналисты, за этим будем следить. И еще один момент. Вы знаете, вполне нормальное явление, когда оппозиция высказывает свое отношение к действиям власти. И вы, занимаясь общественной деятельностью в качестве советника муниципального совета, то есть у вас достаточно большой бэкграунд на самом деле общественной деятельности. Это на самом деле так. И в ГГУЗе, и в Камрате, в частности, вас очень хорошо знают, как человека, которого можно было увидеть на каких-то маршах протеста, если власть чего-то не так обществу предлагает. Так вот, я хотела бы задать вопрос. Это нормально, когда оппозиция критикует власть. Вот сейчас вы являетесь представителем власти. Вы готовы к тому, чтобы кто-то сейчас вас критиковал? Готов, готов выслушивать, готов принимать к сведению. А если где-то есть на самом деле здоровая критика, и наоборот, нужно сделать все, чтобы… Ну, вспомним пословицы, на то и щука, чтобы карась не дремал, да? Вот, поэтому как бы никаких проблем, никаких проблем, наоборот, нужно. И это где-то может даже подсказывать, как двигаться. Потому что не за всем уследишь, и не на все можешь сразу обратить внимание. Потому что есть много проблем, с которыми я сталкиваюсь по ходу своей деятельности. Я за эти три месяца стал делом кадров, ну, юрист я и так по образованию, но еще стал экономистом, бухгалтером, и строителем, и проектировщиком. Это вас утомляет или радует? И дизайнером. Нет, ничего тут утомительного нет, но для опыта это… Я думаю, что мне еще когда-то пригодится, который сейчас набираем. У вас есть служебный автомобиль? Он есть. Он выставлен на продажу, на аукцион там как-то так, да? То есть он был выставлен еще где-то в феврале, в марте, то есть в предыдущем стану исполкован. Он… Ну, вот летом сейчас там нет… То есть он есть, его нет? Он есть, его нет, там нет печки, зимой холодно, летом очень жарко. Вот поэтому я… Колеса есть? Колеса есть, да. Вот, как бы я им практически не пользуюсь, тем более вытелись сейчас в отпуске, и я… Но я молод, поэтому я вот практически вот хожу по городу… Я так понимаю, что один из автомобилей, который получил исполком буквально на днях, может быть передан на управление молодежи и спорта? Может быть, но я не думаю. Вы не ждете? Вам не нужен транспорт? Нет, транспорт нужен, как бы, ну, не знаю, этот ли автомобиль, да, из трех. То есть какое решение будет принято, то есть… Еще один вопрос хотела задать, но в связи с вашим таким практически скептическим отношением к наличию транспорта у вас как у руководителя, у меня нет вопросов. Но меня радует ваша позиция, откровенно говоря. Спасибо большое. Молодежи и спорта Гагаузии был сегодня в нашей студии. Как мне кажется, хорошее качество, быть готовым к критике. Молодежи и спорта Гагаузии Молодежи и спорта Гагаузии Молодежи и спорта Гагаузии